настоящий материал информация произведен распространен и или направлен иностранным агентом шакировым мумином шакировичем либо касается деятельности иностранного агента шакирова мумина шакирович если бы сейчас ко мне подошли с каленым железом и сказали мы тебе сейчас выжжем глаз если не скажет да здравствует путин я скажу да здравствует путь почему все-таки стал образцом для подражания для многих мафиози этот красавчик макка корлеон сатана более секса чем иисус хорошо певец шаман просмотры десятки миллионов это бизнес-проект идеологический проект или предметы все вместе если бы он был бездарен никогда его бы так не раскрутили это невозможно Сталин после себя оставил миллионы сталинистов оставит ли Путин после себя миллионы путинистов нет я уверен что нет почему это будет проигравший тиран мой гость кинокритик публицист культуролог антон долин антон здравствуйте привет владимир путин как герой будущего российского или мирового кинематограф застолбил ли владимир путин свое место в мировом кинематографе как Сталин гитлер эскобар наполеон черчилль муссолини или пока еще исторически и образно не дотягивает до этого уровня тут два вопроса в одном один вопрос дотягивает он или нет до этого уровня второй вопрос что с путиным в кино потому что не обязательно дотягивать до уровня чтобы стать киноперсонажем правильно тут нету никакой связи на самом деле просто про сталина гитлера снято море фильмов и так вот будут еще снимать если оставить кино в стороне путин сегодня сделал мощную заявку на то чтобы стать самым масштабным злодеем вот практически в киношном смысле 21 века никого масштаб не я не знаю усамы бен ладен давным-давно померк хотя у него была заявка мощная и я думаю учитывая развитие человечества как я его себе представляю на самом деле путин точно останется самым масштабным злодеем в масштабах европы нашего континента до конца этого столетия потому что похоже по политическому развитию все конечно может через сто раз измениться пока что похоже на то что другие злодеи будет появляться на других континентах это может быть и америка и латинская америка и азия африка но вот европа которая все-таки вот свернула в сторону этой скучной демократии где так мало места для глобального злодеяния на этом фоне путин конечно молодец и в этом смысле он да конечно вписался в эту линейку от там чингисхана от нейрона и каллигулы до значит понимаете стал ли он античным героем ваших глазах вот в данном контексте если вы если вы приводите чем злодеем диктатор конечно конечно тут же дело не в количестве убитых хотя количество очень немаленькое но мы не количественно все это меряем если спросить любого человека на улице даже образован на вскидку сколько человек убил в смерти скольких человек виноват не знаю каллигула нерон наполеон петр первый сталин никто нам не скажет никто не сравнит разное было население разных стран разное было население земли это не сопоставимо в этих но есть представление об образе злодеяний там иван грозный и мы скажем там иван грозный самый злой потому что он самый страшный образ самый страшный не мы не знаем толком никаких деталей но вот и всегда будет так. Никто не считает. Никто не считает, никто не запоминает. Вот. Ну, там... Но сегодня, простите, война в Украине можно подсчитать, но точного числа. Да, но для того, чтобы сравнивать, надо считать все и сравнивать. А это очень сложно. И контекст разный. Одно дело Холокост, когда есть планомерное уничтожение, там, 6 миллионов человек в печах. Другое дело, когда ты можешь объяснить, по меньшей мере, своим соратникам, что это сопутствующий ущерб. Эти люди не могли не погибнуть, и вообще сами виноваты, что не сдавались. Разные есть и ситуации. В общем, не будем в этом закапываться. Мое мнение, что, да, заявка на масштабное такое оперное злодейство сделана. И какой-нибудь новой верде написать оперу Путин, да, где в конце какой-нибудь Бернамский лес пойдет, его сокрушит, и кто-нибудь не женщиной рожденный пронзит сердце этого оперного героя, это себе представить я могу легко. Вот. А если говорить о кино, то Сталин очень странно относился к воспроизведению своего образа на экране. Он его одобрял, но не редко, но не часто и не всегда. Известен случай, когда документальный фильм «Колыбельная», суперсталинистский фильм Дзиги Вертова, по требованию Сталина был запрещен. Весь фильм состоит из Сталина, качающего младенцев и приветствующего матерей. А отцов как бы нету. И Сталин это показалось двусмысленным. Он не захотел, чтобы такой фильм выпускался в прокат. Это 37-й год, если я ничего не путаю. Понятно, да? То есть, но в то же время его снимали. Теперь Путин существует в качестве президента или главы государства почти четверть века. Разные были периоды. Где фильмы о нем? Был один фильм снят с Андреем Панином. «Поцелуйни для прессы» про его личную жизнь. Его не выпустили даже в кинотеатрах. Это были еще вегетарианские времена. Просто фильм он не был критическим. Он был вполне апологетическим. Его просто не стали показывать, потому что очевидно, на верхних этажах идея сделать такой фильм очень не понравилась кому-то. Все фильмы про Путина, это фильмы Навального, про его дворец и прочее. Никаких фильмов о нем игровых не существует. А это значит, что образ Путина в кино еще не родился. Его нету. Диктатор Сталина, о котором сняты море фильмом, перезапустил советскую промышленность, поощрял кинематографистов и писателей, ставил оценки композиторам, в общем, оставил некий свой, скажем, культурный код в кавычках. Гитлер написал «Майк Камф», обнажил идею сверх расы, сделал символический бренд Третьего рейха в виде свастики, флаги, черная форма СС и так далее. Что оставляет или оставил уже после себя Владимир Путин как бренд, ну, если скажем грубо, российского фашизма? Мне, кстати, не нравится выражение «российский фашизм», потому что даже когда фашизмом называют гитлеровский нацизм, уже это неточность в терминах, потому что итальянский фашизм это другое явление. Я недавно очень подробно осматривал в Вашингтоне музей Холокоста, центр Холокоста он называется, и там было очень интересно написано, что среди тех европейских стран, где больше всего евреям удалось выжить, Италия, потому что все преследования евреев там были несопоставимо более мягкими, чем в Германии, и итальянцы сопротивлялись, в общем-то, этому. Ну, не то, что у них была... Власть, система сопротивлялась. Вот такому вот... И при этом это родоначальники фашизма? Конечно, именно. А как Вы это объясняете? Ну, тем, что у этого фашизма не было... Это лайфт-вариант, что ли, какой? Нет, просто антисемитская составляющая для итальянцев никогда не была важнейшей. А для Гитлера всегда была. И все. Ну, ну и все. Ну, как бы они заявляли превосходство итальянской нации над остальными нациями. А не то, что евреи — это корень всех зол, и надо его вырвать, иначе человечество не исцелится. Как считал Гитлер. Ну, то есть, нет, я не буду в это залезать. Я не историк и все такое. Но я к тому, что русского фашизма, на мой взгляд, не существует. Есть путинизм, и путинизм до сих пор явление неисследованное. И я не буду сейчас брать и пытаться в нескольких хлестких выражениях это вдруг описать. То есть нет еще целостного образа, правильно я понимаю? Ну, да. С брендом, символикой и так далее. Я считаю, что нет. Но это не значит, что он не появится. Если говорить о том, что сделал Путин, то с этим связано очень много образов, которые останутся. Есть Курск, и она утонула. Есть взрывы домов, вообще террористическая угроза. Есть террористы, которых надо мочить. В сортире чеченская вторая война. Есть антитеррористическая, контртеррористическая операция, специальная военная операция вместо войны. Есть, значит... Есть Навальный, который сидит в тюрьме. Да, есть Навальный. Есть рокировка и амфоры достанные со дна. То есть на самом деле, если какой-то большой режиссер решит снять фильм о Путине или о путинизме, материалы навалом. Он абсолютно табуирован, пока об этом не снималось. Я даже знаю режиссера, который мог бы снять грандиозный фильм об этом, но не сейчас. Можно ли говорить, что классический вариант культ личности, он не сформирован, потому что, будучи КГБшником, он очень дозирует свое появление в кинопроизведениях, которых пока еще нет, как вы сказали. То есть его КГБшное прошлое мешает режиссерам или наблюдателям подсоздать этот целостный кинообраз. Но у меня нет ответа, почему это так. КГБшное прошлое на самом деле это некий социальный и политический отчасти бэкграунд, который не обязательно является портретом личности. И где здесь курица, где яйцо? Путин был такой человек, и поэтому он пошел в КГБ, или он отслужил в КГБ, и по этой причине он стал тем, кем он является? Мы не знаем и не узнаем никогда. Правильно? Нет ответа на этот вопрос. В принципе. Но образа Путина в искусстве нет. Какого-то цельного, яркого, кому-то интересного образа Путина в искусстве не существует. Вы сделали специальную программу, посвященную диктаторам в кино и провели в качестве премьера то, как Чарли Чаплин снял свой великий фильм «Великий диктатор». Вы бы предпочли видеть Путина в комедии, в драме или в какой-то античной трагедии? Мне кажется, он мог бы стать героем любого из этих жанров. Легко. Другое дело, что я не очень верю в него как в героя античной трагедии. Ведь что такое античная трагедия? В ней нету, строго говоря, злодеев и хороших людей. В нем все определяет рок, воля богов. Ну, например, царь Египп не был плохим человеком. Он совершил преступление по неведению, он не знал, что это преступление. Вот. И дальше, несмотря на то, что он не виноват, он себя наказал для того, чтобы спасти свой народ. Он герой. Хотя он отцы-убийца, осуществивший инцест собственной матерью, несмотря на это, он герой. Вот. Поэтому античная трагедия, мне трудно себе это представить. Но трагедия шекспировского толка, Шекспир был одержим идеями власти и престола наследия. Об этом Гамлет, об этом Лир, об этом Макбет, об этом множество его трагедий. И вот такая трагедия, Ричард Третий, конечно же, Путин герой такой трагедии. Конечно же, представить его Макбетом, то есть человеком, который совершает преступление, потому что вроде бы так надо, жена ему сказала, он даже не особо и хотел. И дальше у него нет выбора, кроме как совершать еще зло, еще зло, еще зло, превращаясь в диктатора с политическими гонениями, запретом на разговоры. Макбета я вспоминаю постоянно. Это суперактуальная пьеса в России сегодняшней. Вот. Да, конечно, Путин такой герой. И можно говорить, что он там смешной, мелкий для этого. Это все ерунда. Может быть, и Макбет был мелким. Он возвышается за счет поэзии Шекспира. И это возвышение позволяет нам просто это такое увеличительное стекло. Рассмотреть явление. То, что касается комедии, конечно, ну, есть огромное количество комических образов, связанных с Путиным. Из истории есть и с Гитлером тоже. С Гитлером тоже. Ну, когда он выходит с этими амфорами, когда он летает со стерками. Ну, это, пардон, это не надо даже в карикатуры причинить, это очень смешно. Когда он сидит за своим этим столом. Не надо это комментировать. Мы видим Путина за столом огромным. Это уже карикатура. Вот репортажный, протокольный кадр это карикатура. Поэтому его легко высмеивать. И, может быть, кстати говоря, поэтому было бы большой проблемой превратить его в героя комедии. Например, сделать Сталина героем комедии сложно. Для этого надо его убить. Поэтому смерть Сталина очень хорошая комедия. Там уже нету страшного гиганта, а есть только его труп. И это смешно. А пока он жив, смеяться не очень хочется. Что касается Путина, то он готовый герой комедии. Можно было бы снять очень смешную. Вы уже частично отреагировали на этот мой вопрос, но я все-таки его записал, и его вам задам. Немало экспертов и наблюдателей называют сегодня Россию фашистской страной. Насколько справедлива эта клейма? Ну пусть называют как хотят. Слова это просто слова. Если они справедливы, они останутся. Если нет, то нет. Я как филолог считаю, что любого рода определения, они, ну, как бы, так устроен мир, что они прилипают и остаются, если они справедливы. А если это просто какая-то обзывалка, то они отваливаются и истории их не запоминают. Но мне кажется просто, что фашизм это некая генерализация. Если мы назовем не фашистом, а тоталитарным государством. Что-то этого изменится по сути. Но это будет точнее, наверное. Совершенно верно. Совершенно верно. Я за точность. И мне кажется, что Путин со всем, что он наворотил, вполне заслужил того, чтобы было слово путинизм, как термин. Описать его, это уже дело исследователей. Ну, то есть, я не чувствую себя обязанным это сделать. Но я представляю себе, что в этот путинизм входит. Ну вот как раз у меня родился вопрос после этого вашего ответа. Сталин после себя оставил миллионы сталинистов. Конечно. Оставит ли Путин после себя миллионы путинистов? Нет. Я уверен, что нет. Почему? Есть простое прагматическое объяснение. Можно было сказать, что он мелкая личность, и там вообще как-то пообзываться. Дело не в этом. Я считаю, но мы говорим сейчас о будущем, будущее нам неведомо. Мы не знаем, что будет дальше. Мое мнение такое. Первое. Эта война обрекает Россию на поражение. Когда и в какой форме поражение произойдет, я не знаю. Сколько до этого людей погибнет, я не знаю. Как будет заключен мир, на каких условиях, я не знаю. Никаких не имею предсказаний. Но есть простое историческое наблюдение. Люди, которые воевали против всего мира, а у Путина нет союзников в этом всем. И Северная Корея, и Иран не настоящие союзники. У него есть нейтральные наблюдающие стороны, а Украина почти весь мир в союзниках. Ну, пол мира в союзниках, пол мира соблюдает нейтралитет, скажем так. И часть мира делает на этом бабки. Ну, это мы оставим в стороне, само собой. Может быть, союзником и делать на этом бабки, может быть, союзником и терять на этом бабки. Это другой вопрос. Вот. Но никто, самый великий полководец, не мог выиграть войну, в которой никто не воевал за него. А за Путина не хочет воевать даже Лукашенко. Поэтому он эту войну проиграет. Проиграл все время и Наполеон. Проиграл... Ну, все проиграли. Ни один Чингисхан, ни один Шарлемань не смог удержать свою империю. В конечном счете она распадалась. И я боюсь, я не знаю, что будет с Россией, я боюсь, что поражение России в войне будет концом Путина. Или наоборот. Человек, который привел страну неминуемо к огромному количеству смертей, я говорю только о смертях внутри России, к экономическому падению, к разрыву связи со всем миром и к проигрышу в войне никто не захочет с ним после его смерти и конца его правления ассоциироваться. И это будет проигравший тиран. А если мир будет... А Сталин был выигравший. И это выигрыш в войне навсегда перевесило для огромного количества людей его злодеяния, его репрессии. А если мир с Украиной будет заключен на его условиях, что не исключено, тогда что? То это будет очень хрупкий, непрочный мир, который закончится следующей войной и в конечном счете поражением России. Украина не сдастся. Понимаете? Могут сдастся власти Украины. А Украина, население, не сдастся. Будет заключен какой-то хрупкий мир. Он посуществует год, два или три. Дальше начнется партизанщина, теракты и всякие ужасные вещи. Это все будет продолжаться. Потому что люди воюют за свою землю. А за что воюют русские солдаты, пошедшие туда, непонятно никому. Четверть века власти. Изменил ли культурный код или модель поведения россиян Владимир Путин? Я думаю, да. Только это тоже вопрос курицы и яйца. Кто кого изменил? Потому что вот эта вот романтическая, сугубо романтическая картинка, что есть один наверху злодей, который всех заразил своим злодеянием и все постепенно... Ну в это я не верю. То есть вы хотите сказать, что народ к разврату был готов? Я думаю, да. было очень много... Ну, условно говоря, почему Путина так легко приняли в 99-2000 году? Я думаю, что было ряд очевидных причин. Ведь он в общем-то пришел к власти практически нелегитимно. То есть отставка Ельцина его поставила на трон. Никто другой на трон не мог претендовать. И люди на этих быстро прошедших выборах просто легитимизировали то, что уже было. Потому что они боялись большего на свете хаоса. Лучше такой начальник, чем отсутствие начальника. И классно сработали политтехнологии. Ну, естественно. Вот. И, ну как, 90-е годы бедность, нестабильность, боязнь всего на свете. Война в Чечне. Каждый сам за себя. Война в Чечне. Приходит чувак и говорит, так, войну я сейчас закончу. Теракты были, терактов сейчас не станет. Полная ерунда. Терактов с приходом Путина стало больше, чем до него. Ну, как бы, прямая связь есть. Ну, или косвенно, неважно. Она есть. Есть зависимость. Вот. Но тогда никто об этом не думал. Потом, опять же, нефть, политическое благосостояние. Люди принимали за стабильность все больше контроль верхнего этажа над всей системой. Когда этот контроль дополз уже до нижних этажей, и каждому человеку, а сейчас происходит буквально это, государство уже лезет в постель и спрашивает, а ты в какой позе и с кем сексом занимаешься? Ах, не с этим? Пошли в тюрьму. Или вали из страны. То есть уже залезают в штаны к людям. В их спальню залезают. Вот. Но это произошло совсем не сразу. Это уже дело, не знаю, последних там полутора лет всего лишь. Когда война уже шла и бежать бы уже было поздно. Мышеловка уже захлопнулась. Но, конечно же, население это легитимизировало. Вот. Но это не попытка найти виноватого. Это просто ответ на вопрос, изменил ли Путин россиян. Путин и есть это изменение россиян. То, как он менялся, эволюционировал или деградировал как политик, это тоже те изменения, которые прошла страна. И что здесь первично, а что вторично, кто здесь виноват, этого я не знаю. Это слишком сложно и комплексно. Хорошо. Вот этот билет, он в один конец. Вот наступит день, наверное, вы вернетесь в Россию, дай бог, и я вернусь. И мы столкнемся с тем, что оставил после себя Путин. Вот те люди, которые подверглись этой тотальной обработке, поддержали войну, а это миллионы людей. Это билет в один конец или исчезнет пропаганда? Это люди вернутся в нормальное человеческое состояние. И ни то, ни другое. Никаких билетов в один конец не существует. Люди меняются всегда. И потом люди одни умирают, рождаются другие, приходит следующее поколение. Неизбежно. Я, может быть, сейчас кого-то обижу, скорблю глубоко, но вообще-то говоря, Гитлер наделал дел покруче, чем Путин. Пока. Ну, да, окей, хорошо. Но у него есть ядерное оружие, извините, поэтому... Хорошо, на данный момент это так. На данный момент жертвы разрушения украинской войны не сопоставимы жертвами разрушения Второй мировой. Но Германия же пришла в себя. Германия добровольно, между прочим, выбрала Гитлера. Ну, хорошо, да, это тоже сложная история. Был поджог Рейхстага. Было много всего. Нет, 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 я не об этом. О том, что поколение, которое поддерживало Гитлер, оно не изменилось. Это была оккупация американцы, заставили поменять культурный код, потому что было кричать «Хай, Гитлер!» немодно после поражения во Второй мировой войне. Это все так, но уже в 60-е годы в Германии, в особенности в ФРГ, было абсолютно ярчайшее, искренне антифашистское, не проплаченное американцами искусство. Другое поколение. Так вот, будет и в России другое поколение. Больше того, это другое поколение, это не поколение, которое еще не родилось, эти люди уже есть. Это мои дети, например, которые были вынуждены со мной уехать. И младший говорит, что он не хочет возвращаться в Россию, а старший обязательно хочет вернуться в Россию, хочет, чтобы это была другая страна. Да, я думаю, я думаю, таких много. Многие сейчас в России живут, и я думаю, что они хотят этих изменений, я думаю, их огромное количество. Еще раз, если, я в это не верю, Путин побеждает в войне, это одно. Если он проигрывает в войне, то те, кто сейчас искренне за него, искренне, всей душой, готовы идти на фронт погибать, они от него отвернутся. Антипутинистов станет после проигрыша в войне гораздо больше. То есть, вакцина отпустит? Я не знаю, это постепенный процесс. Понимаете, есть одно главное, в чем я никак не могу сомниться, вся моя жизнь меня в этом убеждает. Не поймите это, пожалуйста, как-то превратно, но это действительно очень важный мой такой символ веры. Все люди одинаковые. Все люди одинаковые. Базисно, евреи и арабы, азербайджанцы, и армяне, русские, украинцы, они ничем друг от друга не отличаются. Люди есть люди. Отличаются условия существования политические режимы, которые ситуативно трансформируют людей. И эта ситуативная трансформативность может работать в обе стороны. И в третью, и в пятую, и в двадцать пятую сторону. Как угодно может работать. Человек пластичен, человек адаптивен, человек меняется. И человек меняется, и его дети, и внуки меняются. И это так было всегда во все времена. Люди живут при демократии раз, 10 лет прошло. И они живут при диктатуре, и нахваливают диктатуру. Прошло 10 лет, опять демократия ненавидит диктатуру. И вроде бы иногда это те же самые люди, иногда их дети. Дети восстают против родителей. Да в обычной семье, в обычной семье, в стабильной политической системе, дети всегда восстают против родителей. Всегда говорят, пап, мам, да ты вообще ничего не понимаешь. Ты что, говоришь, Битлз хорошо? Да Битлз слушать невозможно. Тейлор Свифт хорошо. А папа говорит, да у нее один аккорд, это вообще не музыка. И они никогда друг друга не поймут. Хорошо, если у них достаточно уважения взаимного, чтобы просто это принять. Но на самом деле, сколько ни старайся, отец не поймет этот мелос Тейлор Свифт, а сын не поймет, чем хороши Битлз. Он может просто с этим согласиться. Вот я не смог объяснить своему сыну, который молодой кинорежиссер, хочет быть, кинематографистом, чего хорошего в Гадаре. Я бился, Гадар Феллини, бился просто вот головой об стену. Ну не нравится ему, скучно ему это смотреть, неинтересно. Для него Соррентино круче, чем Феллини. Я говорю, ну как же так? Ну ведь Соррентино все списал у Феллини. Нет, ему больше нравится. И ты ничего с этим не сделаешь. Но это очень хорошо. Это значит, что нет никаких билетов в один конец. Ни для каких наций, культур и стран. Давайте я попытаюсь вам возразить в стиле все люди одинаковые на всей планете. Вот давайте представим такую ситуацию. К вам приходит некий швейцарец или голландец, человек из вот такого цивилизованного запада и скажет вам, точнее спросит, Антон, почему ваша страна все эти сто лет самоистребляет саму себя? ГУЛАГ, десятки миллионов убитых во Второй мировой войне, разжег костер войны вместе с Гитлером Сталин, потом эти психушки, все время вы самоуничтожаете. Что происходит и сейчас, где в Украине погибают русские, украинцы, опять же, сама страна готова убить сама себя. Вот что бы вы ответили этому наиному швейцарцу, который не может понять, почему вы в промышленных масштабах уничтожаете свой собственный народ, и еще и мешаете соседям жить? Есть простой конспирологический такой элементарный ответ, ну, как я себе сказал, потому что страну, потому что наши мозги захватили марсиане. Вот такой вот ответ, все объясняющий. Он есть. И, конечно, это суперупрощение, такая примитивизация, но я сейчас дам этот ответ, я бы швейцарцу так объяснил. Потому что сто лет подряд в стране правит захватившая власть организация, специально созданная для подавления и уничтожения любых инакомыслящих и уничтожения собственного населения. Эта организация, сначала называвшаяся ЧК, потом НКВД, КГБ, все время обновлявшаяся, менявшаяся и за редким исключением всегда бывшая под непосредственным контролем главы государства, направленная на уничтожение своих, при Путине сильно выросшая, расширенная на Росгвардию и так далее, имела за исключением крошечных периодов, например, 90-х годов, с конца 80-х по конец 90-х, десятилетия такое было, за исключением маленьких перерывов, когда никто их не наказывал, не истреблял и не распускал, просто власть, их от власти отодвинули, а потом главу этой организации, ее преемника, поставили править страной. Так вот, эта организация захватила власть в стране, это узурпация. Вот такого рода узурпация была, есть и существует. И к разговору о том, что все люди одинаковы, я допускаю, что если бы Америкой, ну, для этого надо изменять всю политическую систему, поэтому это невозможно. Правило бы ЦРУ... Вопрос в Швейцарии очень простой, почему именно у вас это? У других этого такого нет, в таких масштабах, вот и все. Ну, произошел такой захват, почему именно в Северной Корее правит Ким Чен Ын, в то время как в Южной он не правит, а есть демократия? Почему? Вот потому, так получилось, что некие силы, тьмы и зла захватили полный контроль над страной, военный, силовой, и держат все это довольно большое, но очень покорное население в тисках. Почему невиновный человек сидит в тюрьме? Потому что его посадили в тюрьму, и голыми руками он не может разорвать решетку или открыть дверь. Он будет там сидеть, пока его тюремщик не сдохнет, или не выпустят его. Тюремщик не хочет сдыхать, он отдает ключи следующему тюремщику, следующему поколению, и эти поколения происходят бесконечно. И пока люди снаружи не сообразят, что это тюрьма, и не разрушат эту тюрьму, как французы разрушили Бастилию. И это будет самовоспроизводиться. Но к национальному характеру это не имеет никакого отношения. Несколько вопросов из области, можно сказать, наивного искусства. Вот скажите, вот какое впечатление на вас производит такая сцена? Путин дает команду, бомбят Одессу, разрушается Спасо-Преображенский собор. Помните, летом была такая история. В тот же день он вместе с Лукашенко едет на Валаамы и целует, прикасается к мощам святых старцев точно в таком же Спасо-Преображенском храме. Вот когда вы видите такие сцены, это вас шокирует? Или вы уже холоднокровно к этому относитесь? Да, такова жизнь, мы видим это чудовище именно в таком формате. Меня не шокирует, вообще не удивляет. Русская православная церковь долгие годы слита с этой самой карательной организацией, назовем ее условно КГБ, обобщенная, часто ФСБ. И как бы одно говорится, другое делается. Первое, там заповедь не убей существует, но это не мешает каким-то церковным боссам говорить, убивать в Украине хорошо и благородно, и вам простится все ваши грехи. Вот это меня больше шокирует, когда они это говорят. А Путин меня вообще не шокирует. Путин это человек, который говорит прилюдно всей нации, мы не собираемся присоединять Крым. Проходит неделя, он присоединяет Крым. Проходит год, он по телевидению говорит, да, мы нарочно скажем, что не собираемся, хотя собирались, и присоединили. То есть, человек признается, я всему миру и своей нации солгал. И нация такая, да, хитро он придумал, здорово. Продолжение этой же темы из области наивного искусства. Вера Полоскова в интервью Дудю как-то сказала, наверное, Путин несчастный человек. Счастливым человеком не может быть тот, кто отдаёт приказы на убийство людей. Как вы считаете, это наивный взгляд на ситуацию или она просто не знает психологии диктаторов? Ну, я сам не знаю психологии диктаторов, только по искусству, поэтому трудно в этом разобраться. Счастье – странная штука. Ну, наверное, медики, биологи больше про это знают, чем я. Ну, это же эндорфины, правильно? Наверное, у маньяка счастье, когда он вот это, маньяк кожаное лицо, берёт свою бензопилу, она вонзается в плоть, и он счастлив. Сто процентов. Вот какой-нибудь маньяк-насильник похитил там школьницу, и он её насилует, она кричит, дядюшка не надо, а он насилует, и, наверное, он счастлив в этот момент, правильно? Поэтому я думаю, что Путин наверняка в какие-то моменты в своей жизни очень счастлив, а в какие-то, наверное, несчастлив, как и все мы. Я не думаю, что здесь какая-то разница. Вернёмся к кинематографу. Кого бы вы назвали Лене Рифеншталь Кремлёвского двора? Лене Рифеншталь Между прочим, это довольно редкий случай, не так уж много их было людей, гениального человека, который искренне верил в идеологию Гитлера, был ей увлечён и создавал вот всё, что она создала. Были такие люди, и тоже их было не очень много и в СССР, ну вот из гениальных, можно вспомнить, из Эйнштейна. Но Эйнштейн тоже, вот он взялся за Ивана Грозного, и по большому счёту, хотя фильм был заказан Сталином, он всё равно разоблачил там тиранию, при том, что во второй части, в третьей, Ивана Грозного, он же всё переписал историю, он убрал в сети убийства жён, убийства детей, он как бы очистил Ивана Грозного и даже попробовал показать, что на самом деле правда бояре плели этот заговор, надо было их всех поубивать, а всё равно вышла жуткая картина. То есть искусство, оно начинает идти против идеологии и показывать правду всегда. Мне кажется, что даже Ленин Леффенштайль это делает. Я когда смотрю сегодня, не то, что я часто пересматриваю, но бывает, «Триумф воли» это гениальный фильм. Когда-то он смотрелся как убедительное подтверждение того, что Гитлер небесами послан, чтобы спасти Германию. Но сейчас я вижу его как очень точное описание массового психоза. Те же кадры, ничего не изменено, не наложено другой закадровой музыки, не добавлено другого закадрового текста. Я вижу, как люди массово сходят с ума. Это очень страшная и очень наглядная иллюстрация. И сегодня этот фильм, мне кажется, не будет помогать вербовать людей в гитлеровце, а наоборот, может помочь излечить человека от нацизма. Мы очень часто с коллегами приводим в пример, когда говорим о российской интеллигенции, та, которая сотрудничает с властью, в качестве примера фильм «Мефисто» и «Штва на Саба». На ваш взгляд, кого бы вы назвали «Мефисто» в российской творческой тусовке, кто бы подходил под этот образ, сыгранный Клаусом Марием Брандауром в этом знаменитом фильме? Мне кажется, у нас там сплошные «Мефисто» и всех их много. Причем талантливые люди очень. Да, ну их слишком много. Я, если можно... Хотите, подскажу фамилии? Да нет, ну я все знаю эти фамилии. Мне очень мало было людей, которые меня удивили за эти два года, хотя были и такие люди тоже. Как бы масштаб вреда, причиненного ими именно сейчас, когда идет война, каждый день люди гибнут во время войны. Вот кто-то себе там букву «З» где-то вывесил. Я считаю, что масштаб этого вреда почти ничтожен. Не знаете, что их надо амнистировать, не знаете, что это хорошо. Просто эта присяга как бы до того, как война началась, она как бы вела к этой войне. Она была ужасной. Сейчас, когда война уже идет, это почти ничего не добавляет. Это бессмысленная присяга уже внутри какого-то ада, где тебя пытают, ты на сковородке жаришься и кричат «Да здравствует сатана!» Ну окей, ты уже в аду все равно. Поэтому, ну конечно, я не поднимусь на таких ангельских высот, чтобы сочувствовать этим людям, которые сейчас присягают. Но проклинать их тоже не хочу. Вот что. Давайте я поставлю вопрос иначе. Да. Тоже немножко пафосный вопрос, но я его хочу задать. А сколько людей в этой войне должен убить еще Путин? Это десятки тысяч, сотни тысяч, полмиллиона, миллион, десять миллионов, чтобы такие творцы, которые присягнули этой власти, как Константин Богомолов, Константин Хабенский, Константин Эрнст, которого вы хорошо знаете, Владимир Машков, тот же Федор Бондарчук, член Единой России, встали в один момент, сказали, стоп, это too much, я против войны хватит убивать русских и украинцев. Или это такая наивная постановка вопроса? Этого не будет. Не будет? Нет. То есть, может, миллион, два, три погибнут, эти люди будут молчать? Да. Может быть, кто-то из них самый совестливый, не знаю, покончит с собой. Это я могу себе представить. А вот такого я себе представить не могу вообразить, мне не хватает воображения. Потому что, ну как сказать, вот существует человек, который служит режиму сейчас, и вот он человек с каким-то весом, с каким-то именем, лицом известным, и вот он вдруг выступает против режима. Конечно, там, западные СМИ обрадуются, они все про это напишут и скажут, но мир с улюлюканьем будет злорадствовать, когда свои же этого человека, вот там в России, за это предательство публичное распнут. Никто, если этот человек удастся выходить куда-то, он не найдет, или она, работу, его будут так же проклинать, предавать, пока идет война, никто не даст этому человеку возможности жить в Европе, или в Америке, не будет никому нигде нужен. И каждый это понимает. То есть, этот героизм посмертно, когда-нибудь, когда война закончится, пройдет поколение, человеку, может быть, поставят маленький, незаметный, но памятник. Но прижизненно это слишком высокие риски. Гораздо проще продолжать делать то, что ты делаешь, когда жертвы станут совсем уже гомерическими, просто поменьше говорить вслух, а когда все закончится, сказать, меня заставили. Такого человека проще будет всем простить и спустить на тормозах, чем публичного предателя, который в жару войны скажет, теперь я против, я возражаю, я протестую. Нет, ни у кого на это не хватит ни силы воли, ни ресурса внутреннего и внешнего на такой протест. Вот вы вынуждены были покинуть Россию, вы категорически не приняли ни путинизм, ни эту войну, но есть ваш товарищ, а может быть однокурсник или одноклассник Константин Богомолов, которого вы хорошо знаете, он пристегнул этой власти в той или иной форме. Вы сильно переживаете и постигло ли вас глубокое разочарование или вы просто проехали этот период своей жизни? Ну, во-первых, то, что мы учились на одном курсе и приятельствовали долгие годы, не как-то близко, но приятельствовали. Это... Никаких переживаний, да, у вас? Нет, нет никаких переживаний, совершенно никаких. Ну, мне не хватает эмпатии, чтобы думать бедный Костя, как он там. Наверное, ему не хватает эмпатии, чтобы то же самое думать обо мне. Вот. В то же время какой-то обиды, вот ты пристегнул здесь. Я думаю, что это похоже на какую-то игру. Он делает вот такую ставку. Он сделал ставку на ту сторону, потому что считает, что там больше для него смысла, выгод или чего-то там еще. Я не знаю, как это делается, почему. Вот. Я не хочу делать это примитивное предположение, что просто там больше заплатили или... Не знаю. Я не знаю, в чем дело. Вот. Я знаю, что вообще человеку очень несвойственно ради убеждений что-то быть готовым потерять. Очень много людей в Европе, в Америке я встречал, которые говорят, а как же это, а как же то. каждому из этих людей хочется задать ответный вопрос. Скажи, чувак, чувиха, ты чем готов ради того, чтобы свои убеждения вот так вот утвердить, чем готов пожертвовать? Вот к вам, мумин, придут завтра и скажут, надо сказать в эфире, Путин великий главнокомандующий. И если откажешься, окей, ни тебя, ни твоих детей не обидят, но работу ты потеряешь, ты больше не можешь тут работать, тебе надо будет искать новую работу где хочешь. А так ты просто скажешь эти слова, в редакции тебе не обидят, продолжишь один раз сказать, но сказать надо убедительно с чувством. Я думаю, что людей, которые в этой ситуации скажут, да гори она огнем, моя работа, таких слов я не скажу. Этих людей очень мало. И те, кто пытается морализаторствовать из безопасной позиции, никогда не были в такой ситуации. И каждый раз, каждого, кто морализаторствует, и кого-то обвиняют, хочешь спросить, ты для того, чтобы защитить свои убеждения, жертвовал чем? Ты был готов остаться без чего? Без семьи, без возможности повидаться с родителями. Я исповидался с мамой впервые за год. Год я ее не видел. А это мне повезло, я знаю людей, которые... Брата я не видел два года. Я не знаю, когда и как я с ними увижусь. А я очень привилегированный человек. У меня есть работа, зарплата, я лекции читаю по всему миру. То есть, я один из самых, наверное, привилегированных в своем этом самом кругу. Вот сказать, если ты не скажешь эти слова, ничего не будет, но ближайшие два года с родителями ты не увидишься. Это даже не потеря работы. Да, понятно? Вот и все. Вот есть эти люди, очень привилегированные, значит, очень избалованные. Они занимаются искусством в России. У каждого из них может сказать, да, я бы выступил по совести, но семья, я не хочу ее терять, но работа, надо семью как-то кормить, но дом, но я не знаю иностранных языков, что я буду делать за границей? Куда мне в мои, не знаю, 50 учить языки? Мне пришлось. Нет ни одного из них, кто считает, что он по доброй воле предал какие-то убеждения. Каждый, ну, условно говоря, если бы сейчас ко мне подошли с каленым железом и сказали, мы тебе сейчас выжжем глаз, если не скажешь, да, здравствует Путин. Я скажу, да, здравствует Путин. Просто ко мне не подходили, не говорили, что глаз сейчас выжгут. Но это означает, что молчание творцов это соучастие или единственный способ сохранить свою репутацию? Во-первых, репутации, к сожалению, уже подмочены очень сильно. Это объективно. Даже молчание? Конечно. Во-вторых, ну, вот, например, у Курензиса очень большие проблемы. Он ни разу не прославил Путина и власть, но его молчание, человека, связанного с Россией, который выступает по всему миру, было очень критически воспринято, много где. Я не оцениваю сейчас, хорошо это или плохо, вот, человека судить через его молчание. Я бы, наверное, этого сам делать не стал, но от меня это ничего не зависит. Соучастие, да, это форма соучастия. Это форма соучастия. Мой пафос заключается в том, что каждый день гибнет огромное количество людей, ни в чем не повинных, особенно с украинской стороны. В первую очередь с украинской стороны. И отсюда возник этот пафос. Возвращаясь к образу Мефисто, ведь если мы вспомним этот фильм, то сделка с Германом Герингом, она была, в общем-то, в какой-то степени в плюс, потому что в этой картине он вытаскивал из тюрьмы или из концлагеря, если вы помните, чернокожую женщину, с которой у него были какие-то отношения. То есть какие-то поступки плюс там были. Это не просто была близость к властью или интимная связь с властью. В этом контексте можно ли оправдать вот тех персонажей в того же Константина Хабенского или того же Константина Богомолова? Или мы переходим в позу осуждения и это неприемлемо? Неприемлемо? Конечно. Приемлемо, но не для меня, например. Я не хочу никого осуждать. Я недавно говорил с одним своим товарищем и он не смог меня понять, хотя я очень пытался ему это объяснить. Не знаю, будут ли сейчас тем, кто нас смотрит, понятны мои слова, но я попробую сформулировать. Те, кто участвует в нынешней культурной жизни российской, в каких-то официальных мероприятиях, оплаченных государством и так далее, они являются частью, может быть, маленькой частичкой, незаметной почти, частью зла. Говоря это, не значит, что я их осуждаю. Ох, на вас набросятся. Ну да, но это так. Есть некое большое зло и ты являешься частичкой этого зла. Ну вот, не знаю, представим себе крестьянина, живущего в деревне рядом с Аушвицем, который, ну не знаю, там, удобряет свои кусты золой от сожженных пленных. Он, может, даже не знает, откуда это зола. Ему удобрения нужны. Он кормит свою семью. Против евреев он ничего не имеет. Восстать против лагеря или его там поджечь он не может. Он является частью зла. Я не осуждаю этого крестьянина вообще никак. Я понимаю, что у него нет выхода. Есть люди, у которых есть выход, а у него нет выхода. И поэтому осудить такого человека невозможно. Невозможно осудить почтальона, который разносит, не знаю, повестки в армию, ну, допустим, в Третьем Рейхе, не будем говорить в нынешней России. Он просто почтальон. Его дело разносить письма, он не заглядывает туда. Является ли он частью зла, пополняя при помощи исполнения своей работы армию? Да, он является частью зла. Он является частью зла. Понятно, да? То есть, ну, мы все знаем, что палач это часть зла. А что такое делает палач? Я видел один прекрасный иранский фильм об этом. Он приходит на работу, он не осуждает людей, он не видит их лица, он в другой комнате на рычаг нажимает и там вешают людей. Он нажимает на рычаг, чтобы кормить свою семью. И если бы это делал не он, делал бы кто-то другой. Делает ли это его злодеем? Нет, он не злодей, но он является частью зла. И все. Вот такая вот этическая ловушка. Она, из нее нет выхода. В продолжение этой же темы приведу цитату Виталия Манского, известного документалиста. Все, кто продолжает сейчас работать в России, совершают ошибку. Ну, или, если по-другому сказать, легитимизируют эту власть и эту войну. Так ли это? Можно ли сегодня снимать кино в России, оставаясь при этом достойным человеком? На мой взгляд, да. Может быть, достойным человеком и быть частью зла. Это тоже возможно. А можно не быть частью зла. Есть люди, которые снимают сегодня фильмы в России, может быть, аполитичные и проходящие таким образом мимо цензуры, но не на государственные деньги. Это все еще возможно. И даже они попадают на мировые фестивали, какие-то эти люди. Но это очень сложно. Это очень сложно. Это требует дополнительных усилий. Есть всегда риск цензурирования, даже если в фильме нет никакой крамолы. И это все есть. Ну, взгляд Виталия, Виталий мой товарищ, я совершенно не хочу его осуждать, но требовать от людей, чтобы они уехали из России или в России жили, но не работали, как они будут, ну это невозможно? Ну как? Большая часть людей не имеет такой возможности. Это очень высокомерный взгляд и для меня он недопустимый. Но осознание того, что есть некая система зла, некая машина убийств, и тебя сделали шестеренкой этой машины, мне кажется, это полезное осознание. Это осознание. Это, ну, как бы взять и взбунтоваться у малого какой шестеренки есть такой шанс. Скажите, в советское время были режиссеры и были произведения «Два пишем, три в уме». Они говорили о тоталитарном режиме, через свои произведения взять тот же фильм Элема Климова «Добро пожаловать посторонним в ход воспрещен». Тоже творчество Гайдара, который вы очень любите, тоже такая тихая антисоветщина. Братья Стругацкие писали об этом же. Вот этот эзопов язык, как вы думаете, он вернется в Россию? Будет ли поиск новой формы этого эзопового языка? Или власть это быстренько все распознает и все это закроет на начальном этапе? Иногда власть распознает, иногда нет. Это уже происходит. И на самом деле эзопов язык у нас начали формировать уже лет 10 назад, это больше даже, наверное, началось еще до Крыма. С того момента, как начались первые какие-то цензурные винии, на самом деле поворотом стала вот эта вот рокировка, 11-й год, смена Медведева на Путина. Окончательно стало понятно в этот момент и цензурные до этого даже они были, но тут начали уже закручивать конкретно этот вентиль, сейчас закрутили так, что почти уже дышать воздуха не осталось. Но немножко осталось. Этот воздух, ворованный воздух, немножко люди его, значит, где-то ухватывают. Я не считаю, что правильно сравнивать советские какие-то застойные времена с нынешним временем. Мы сейчас живем во время экстремальное. Людей на войне убивают каждый день. Украинцев, или если вас не интересуют украинцы, русских, убивают. Каждый день люди умирают. Каждый день люди умирают. Каждый. В смерти всех этих людей виновата российская власть. Все, кто служит этой власти, так или иначе, служат делу этих убийств. Ну, получается так, извините, я не понимаю, неприятно звучит, но это так. Также происходят репрессии, которые очень ужесточились за последние два года. Резко ужесточились в момент начала вторжения. И в советское время эзопов язык формировался когда? В 60-е, 70-е, 80-е годы. Это было все время такой ползучей либерализации. Даже после прихода Брежнева, даже во время того же Афганистана. Люди жили менее бедно. Им разрешили трепаться о чем угодно на кухне. Они слушали голоса, понемножку открывали возможности эмиграции. Людям разрешили иметь дачи. Это было собственное пространство, где они могли говорить о чем угодно. То есть, давали эти островки свободы. И эзопов язык формировался, когда давали больше свободы. Тенденция была от сталинских времен, когда свободы не было вовсе, к большей свободе, к большему количеству возможностей. сейчас обратная тенденция, вектор обратный. Три года назад возможностей для свободного высказывания было в сто раз больше, чем сейчас. То есть, все резко сузилось. И эзопов язык люди пытаются формировать или по привычке им как-то оперировать. Но это как-то, не знаю, учился в некой школе, не знаю, муниципальной в одном классе с каким-то гопником. И этот гопник, конечно, тебя немножко пугал, но ты с ним иногда играл, может быть, в карты, или показывал какие-то фантики от жвачек, давал ему почитать даже Дюма, у него дома книжек совсем нет, он такой, о, классная книжка. А потом гопник в один прекрасный день тебя на улице взял и со своими друзьями разделал, может быть, изнасиловал. Ты, блин, мы же два года с тобой общались, играли, ты как? А так, брат, ты сейчас вот так, понял? И в этой ситуации ты думаешь только о выживании. Ты не думаешь больше о том, что ты с ним дружил. Это забыто в одну секунду. Изопов язык больше не работает. Перемирие закончено. Перемирие Путина с интеллигенцией, с обществом, которое существовало в той или иной форме до февраля 22-го года закончено. Сейчас идет война с любыми инакомыслящими. Если ты в той или иной форме показываешь, что ты инакомыслящий, ты враг. И рано или поздно, не надо тут строить иллюзии, ты за это получишь по голове. Просто список этих врагов очень велик, пока что система не справляется со всеми одновременно. Но до всех дело дойдет, если все это продолжится. Невольно или вольно заезжаем на территорию сериала «Слово пацана». Почему так возбудились власти и много разговоров о том, что могут закрыть этот сериал? Почему он их пугает? Я согласен с Варламом Тихоновичем Шаламовым, великим человеком, который когда-то довольно точно написал в очерках «Преступного мира», по-моему, так называется этот его сборник, о том, что романтизация вора и бандита очень принятая в отечественной культуре, от Васьки Пепла у Горького до Остапа Бендера, Бенни Крика у Бабеля, бесконечное количество романтических персонажей, очень симпатичных аудиторий. Я против этого всего. Но, наверное, посмотреть, конечно, нужно. Вторая причина сугубо прагматическая. Часто, когда мы разговариваем, с Риаловичем не вышло до конца. Я не люблю ждать неделю и выстраивать какие-то... Для меня художественное произведение — это законченное произведение. Оно отснято, законченное произведение. Я хочу посмотреть все серии подряд, как большой фильм, восьми, да, часовой, и сделать свои выводы. Когда посмотрю, тогда я их буду иметь. Но, сказав это, я добавлю все-таки, как я себе представляю, с чем связана реакция власти. Власти сейчас, любая несанкционированная, неприготовленная им популярность какого-то художественного произведения видится опасной. Дело не в том, что оно про бандитов, про кого бы оно ни было. Вот такой взрыв внимания, подражаний и радости — это пространство вне контроля. Вот и все. А им хочется, чтобы все было под контролем. Можно ли говорить, что вы в данном контексте небольшой поклонник фильма «Крестный отец»? Некоторые считают его романтизацией образа «Крестного отца» в исполнении Марлона Брандо и далее Майкла Корлеоне Аль Пачин. Я очень люблю «Крестного отца», причем первого, больше, чем второго гораздо. И для меня это фильм о моральном крахе героя несомненно. Он молодой ветеран войны, герой, который, чтобы поддержать свою семью, идет на преступление, на убийство. И он... Это фильм о падении ангела и его превращении в сатану. Сатана тоже очень красива, почитайте Мильтона. Но это история падения. И никак иначе я никогда не рассматривал «Крестного отца». У меня не было никакой другой трактовки ни книжки Марио Пьюза очень неплохой, ни великого фильма «Копполы». Вот. А с другой стороны... Почему все-таки стал образцом для подражания для многих мафиози этот красавчик Макка Корлеона? Я напомню, для зрителя, кто не помнит, он убил собственного брата, дождался смерть матери, он убил зятя, мужа, сестры, он разрушил свою собственную жизнь. Вот вся эта его история, это история краха этого человека, который разрушал вокруг себя все. Ну вот как. Ну, а он все равно образец для подражания красавчик. Ну, мы ничего не можем сделать. Это волшебная сила искусства, что это? Зло привлекательно. Привлекательно. Ну, конечно, во все времена было так, но это супер банально. Сатана более секса, чем Иисус. Ах, вот так. Сто процентов. Про это написано и в священных писаниях. Почитайте откровения Иоанна Богослова. Всем нравится Антихрист, а не Христос. Антихрист классный. Антихрист пришел и всем понравился. А Христос пришел, его арестовали, избивали и распяли. Вот как там записано, там записано, это не я придумал. А Антихрист стал сразу лидером и всем понравился. Так что, блин, ничего нового. Антон, спасибо вам за заголовок. Сатана больше секса, чем Иисус Христос. Чтобы закончить тему слова пацана, вы можете привести пример, когда вот такой криминальный сериал или фильм вылил на улицы людей? Криминал вырос резко. Есть в истории такие примеры? Да нет, на самом деле любые истории про то, что искусство провоцирует какие-то общественные изменения, это всегда спекуляция. Нету измерительных аппаратов, которые могут это померить. Может быть, поэтому опасается власть, что экран воплотится в жизнь? Ну, я не смотрел слово пацана. Что там, есть люди, которые против власти бунтуют вещи? Нет, они не против власти, никто политических лозунгов там не выдвигает. Ну, вот и все. Ну, тогда, чего они боятся? Да нет. Я считаю, что просто любая неподконтрольная энергия сегодняшнюю власть пугает и смущает. Энергия должна быть под их контролем и вся опущена на, как им кажется, их правильное дело. Моим гостем был публицист, кинолог, культуролог Антон Долин. Я точно не кинолог, кинолог, это специалист... Ой, извини, пожалуйста, я переговорю. Нет, мне это нормально. Нет, 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 извини. Тебя будут бить потом. Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Моим гостем был кино... Блин, вот теперь, да... Киновед, киновед. Не, ну, я знаю. Моим гостем был киновед, публицист Антон Долин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. Ютуб-канал Радио Свобода Лайв. Твой Ютуб обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова